Приветствую вас, Анна или Юлия, не очень понятно, вы пишите, что у вас зовут Юлия, но, ладно, написано, что вы Анна. Смотрите, во-первых, не совсем понятно о ситуации с грузовичком. То есть, действительно ли это грузовичок легальный адрес, всего ли в порядке с этим грузовичком? Непонятно, зачем молодому человеку тащить вал. Вот. То, что вы делали, вполне себе адекватно. Вы себя защищали, я думаю, что это совершенно нормально и молодой человек, если бы он заботился о вас, я думаю, что он понял бы вас совершенно спокойно. Значит, в чем я вижу проблему? У вас много вопросов касаемо молодого человека, но на эти вопросы ответить, к сожалению, именно психолог не может. Для этого нужно поработать именно с мужчиной. В чем я вижу проблему? Во-первых, вы признаете вину, то есть говорите, что я виноват в том, что я себя защищал. О чем это говорит? Ну, наверное, наверное, в первую очередь о том, что вы не слишком уверены в себе. Что вы достаточно плохо себя защищаете. И склонны... Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть в спину. Вот. Это первое. Второе. Вы почему-то боитесь потерять отношения. Хотя, знаете, его в общем-то не так много. Значит, здесь есть ваша личная заинтересованность в отношениях, то есть вы хотите что-то для себя получить. Еще раз. Ваши желания связаны с отношениями. Вы боитесь их потерять. Если вы боитесь потерять отношения, то вы не можете быть собой. Вы не можете быть естественными в отношениях. И если вы не можете быть собой и не можете быть естественными в отношениях, то вы не можете раскрыться. Относятся отношения будут в какой-то мере игрой. Дальше. То есть вот со страхом вам необходимо поработать. Чтобы вы не боялись потерять отношения. Счезло вины для того, что вы себя защищаете. Также необходимо поработать. Дальше. Молодой человек. Спильчивый. Эмоциональный. Обидчивый. Он таким останется. Он будет таким. От этого не уйти вам. Это как вопрос. А готовы ли вы принимать его? Если уже сейчас между вами такие проблемы. Готовы ли вы принимать молодого человека? Подходит ли он вам? Потому что дальше обиды будут сильнее. То это произошло сейчас это в какой-то степени невинная ситуация. Она невинная во всех смыслах. И такая реакция. Что будет дальше? Просто подумайте об этом. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.